МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Через тернии к звездам в Чувашии вспоминают третьего космонавта планеты Андрияна Николаева. Подальше от взрывов и выстрелов Чувашия принимает беженцев с Украины. Только раз в году, как отмечали свой профессиональный праздник сотрудники ГИБДД. Сегодня в Чувашии вспоминали о третьем космонавте планеты. Именно в этот день, 10 лет назад, остановилось сердце Андрияна Григорьевича Николаева. Тогда в республику он приехал с почетной миссией и возглавил судейскую бригаду всероссийских сельских игр. Героя похоронили на родине в селе Шоршелы. Сегодня на митинге собрались его родственники и друзья. Крыша синего мира, которая находится далеко, выше зенита, открывается только избранным и только на миг. В селе Шоршелы об этом поверье сейчас вспоминают многие жители. Ведь именно здесь вырос человек, который стал третьим космонавтом планеты. Небольшая деревянная избушка на территории мемориального комплекса словно портал в детские годы Андрияна Николаева. В их семье подрастали 4 сына. И всем приходилось ютиться в этих маленьких комнатах. Но будущему герою судьба уготовила немало испытаний. Когда умер его отец, братья помогали матери на ферме и хлопотали по хозяйству дома. Несмотря ни на что, Андриян Николаев упорно шел вперед. Проблемы его характер не сломали. Вообще, путь к звездам у будущего космонавта номер 3 был тернистом. В конце 40-х годов о профессии летчика Андриян Николаев не задумывался. Тогда он учился в лесотехническом техникуме. Учебное заведение располагалось в Морпосаде и туда студент Николаев ходил каждый день пешком. Путь этот был неблизкий. Расстояние от села Шоршула до районного центра превышает 30 километров. И по всей видимости, именно эта дорога закалила характер молодого человека и будущего космонавта. После окончания техникума он отправился в далекую от родного села Северную Карелию. Это были послевоенные годы, повсюду разруха. Тогда страна нуждалась в лесе, как никогда. Трудиться приходилось, не покладая рук, но работы Андриян Николаев не боялся. В армию его призвали спустя два года, и здесь он снова показал себя самой лучшей стороны. Отличника службы заметили и направили в элитную школу воздушных стрелков. Новая ступень – авиационное училище, а после – и зачисление в первый отряд космонавтов. Сюда попали настоящие асы. Но сейчас немногие знают, что программу пилотируемых полетов в Советском Союзе хотели закрыть. И только напор Королева Сергея Павловича позволил именно запустить двух наиболее подготовленных космонавтов, чтобы дать ответ, влияет ли космос на работу организма или нет. Можно ли на Востоках 10 суток работать, плодотворно и вести научные исследования. И вот на этот вопрос именно дал ответ наш земляк. Он рисковал, но все же полетел. В космосе Андриан Николаев пробыл четверо суток. Тот самый старт положил начало групповым полетам. После сообщения о выходе на орбиту корабля «Восток-3» родина космонавта стала известна всему миру. Это был настоящий подвиг. Сейчас многие говорят, что только благодаря таким героям советская космонавтика продолжила свой путь. Он поставил перед собой эту цель и достиг эту цель. И все те мероприятия, которые связаны с именем Андриана Николаева, сегодня дают нам возможность воспитать в молодом поколении тот дух, тот патриотизм и все те героические качества нашего славного, выдающегося сына чувашского народа. В Шоршалах на митинге о космонавте номер 3 вспоминали родственники, друзья и те, кто просто бывал на встречах с героем. К Чувашию Андриан Николаев приезжал часто. Здесь он всегда был желанным гостем. Капиталина Никитина долгие годы работала учителем в одной из школ Морпосадского района. Не раз она с учениками принимала космонавта у себя в гостях. Он такой был простой и земной, очень со всеми сверстниками своими. За руку рад был здороваться. Сейчас на его примерах воспитывают молодежь. В Чувашии развивается движение юных космонавтов. Интерес к личности героя не иссякает. Имя Андриана Григорьевича нам помогает работать еще большей возможностью и привить к атриотизм, любовь к родине. Это замечают и работники музея. На экскурсии сюда приезжают гости из других регионов. По ближайшие годы комплекс планируют реконструировать. Здесь появятся астрономические классы, обсерваторий и мощный телескоп. Петр Ковалев и Антон Вовк. Республика. 69 жителей юго-восточных областей Украины прибыли в Чувашию в поисках временного убежища. Такие данные приводит Управление Федеральной Миграционной Службы. Но цифры меняются едва ли не каждый день. Что может предложить республика тем, кто потерял на родине все? Семья Вазяновых 19 июня после того, как начались обстрелы, выехали из Луганска. Три дня прожили в лагере для беженцев в Ростовской области. Но потом решили через пол России приехать в Чувашию к родственникам. Да, мы надеялись до последнего, были поближе к границе, что все-таки... Было что-то как перемирие, а мы надеялись... Вернуться, но начались обстрелы. И авианалеты, и поэтому мы продолжили следовать. Я расстроился, вижу, что они не могут себе вдержаться. Я же согласился. А хотелось, хотел было сначала остаться там, дождаться. В течение трех дней со дня обращения миграционная служба предоставляет статус беженца. Это дает возможность трудоустроиться, если ожидание мира затянется. По данным Госслужбы занятости, сейчас 10 человек обратились за помощью в трудоустройстве. На сегодняшний день у нас 1346 вакантных мест, 702 вакансии из них с предоставлением мест проживания. Сведения о вакансии представили 32 предприятия Чувашской республики. У нас вакансии по 118 различным профессиям. Упростили для украинцев процедуру предоставления госуслуг и собеседования. Это теперь можно сделать и по скайпу. Без проволочек стараются работать и в миграционной службе. Сейчас нашими законодателями прорабатывается вопрос по сокращению сроков оформления статуса временного убежища до трех дней. И легализации права подачи документов после получения статуса временного убежища, подачи документов на участие в госпрограмме по переселению соотечества. В течение трех месяцев получить гражданство Российской Федерации. В основном те, кто выбирает Чувашу в качестве временного пристанища, живут здесь у родственников и друзей, которые могут их приютить. По данным Минздравсоцразвития, с заявлением помочь жильем обратились 12 семей. Но многие все же надеются вернуться. Надежда есть, конечно, вернуться домой. Хочется очень вернуться домой, потому что там осталась работа и наш дом. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Госдума приняла в первом чтении законопроекта Всероссийской сельхозпереписи. Она пройдет с 1 по 15 августа 2016 года. По мнению депутатов, первичная информация, полученная в ходе переписи, будет носить сугубо конфиденциальный характер. А уже итоги переписи станут доступными для официального опубликования. При доработке законопроекта ко второму чтению Комитет по аграрной политике намерен расширить перечень сведений об объектах сельскохозяйственной переписи и уточнить порядок их сбора. Также предлагается сократить периодичность проведения переписи до 5 лет. Срок подведения итогов 4 квартал 2018 года. Если вас мучает вопрос, в какой день можно встретить на дороге доброго стража порядка, мы вам подскажем 3 июля. Ежегодно в этот день в нашей стране отмечается День ГАИ. Евгений Георгиев работает в госавтоинспекции уже 13 лет. Он устроился на работу по совету друзей и за все время службы ни разу не пожалел о своем выборе. Тут общаешься с людьми абсолютно разной категории. И каждая разная категория рассказывает про свою жизнь. И намного шире взгляд на данную жизнь. Потому что когда живешь своей жизнью, это одна линия и больше ничего не видишь. А тут у каждого свои проблемы. Семейные бывают также проблемы. У каждого рассказывают, общаешься. Как говорится, век живи, век учись. За свою долгую службу Евгений повидал и побывал в совершенно разных ситуациях. Ведь каждый день на дороге полон сюрпризов. А сегодня 3 июля день особенный. В этот день свое 78-летие празднует госавтоинспекция России. День ГАИ – любимый праздник не только самих стражей порядка, но и всех водителей, полагающих, что именно 3 июля гаишники на дорогах добрые и понимающие. В этот день все властелины Жезла получают поздравления не только от водителей, родственников и друзей, но и, конечно, от своих коллег. Лично от себя я хочу поздравить всех сотрудников ГИБДД, ветеранов, которые служат, служили. И даже тех, которые хотят быть сотрудниками убитых. Главное, чтобы было взаимопонимание и всем с праздником. В честь такого памятного события начальник управления ГИБДД по Чувашии вручил работникам госавтоинспекции благодарности за образцовое выполнение служебных обязанностей. Машин с каждым днем становится все больше. Движение опасней. Да и качество дорог не лучшим образом влияет на обстановку на трассах. А это значит, что сотрудникам ГАИ работы хватает всегда. Так что нам остается только пожелать сотрудникам безопасного движения и спокойной службы. А водителям и пешеходам соблюдать правила. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Сегодня Управление Федеральной службы судебных приставов презентовало новые возможности общедоступного сервиса Банк данных исполнительных производств. На презентации присутствовали сотрудники кадровых служб. Банк данных, с одной стороны, позволяет гражданам и юридическим лицам своевременно узнать о наличии возбужденных исполнительных производств, с другой – своевременно оплатить имеющуюся задолженность без посещения отдела судебных приставов. В ходе встречи был продемонстрирован процесс работы. Сегодня в России более 1 миллиона людей с глубоким нарушением зрения. Поход в обычный кинотеатр для них еще недоступен. Однако приобщиться к искусству и погрузиться в мир кино незрячие жители Чувашии все-таки могут на специальных кинопоказах. Подробнее в нашем следующем сюжете. Из вселенной выплывает название киностудии «Юниверсал» и замирает на фоне земного шара. Затемнение. Фильмы для незрячих появились в России в 70-е годы прошлого века. Что происходит на экране, помогают узнать стифлокомментарии, закадровое голосовое описание сцен фильма. Показ серии фильмов для инвалидов по зрению в ДК Южный города Чебоксара организовала местная организация Всероссийского общества слепых. Главная цель – помочь незрячим ощутить себя полноценными членами общества. Самый первый фильм с стифлокомментариями мы посмотрели в прошлом году, 13 ноября, это вот день, международный день солидарности слепых, отмечают, назывался он «Легенда номер 17». Впечатление было, конечно, очень большое, тем более многие со времени Советского Союза, когда мы раньше ходили и смотрели фильм в кинотеатре, уже многие из нас не посещали кинотеатры. И вот я сама тоже первый раз после 20-летнего перерыва пришла в этот фильм, посмотрела. Многие посетители на подобные мероприятия впервые, а для кого-то подобные кинопоказы – уже сложившаяся традиция. Очень хорошо рассказывает весь сюжет, дает комментарии полные и совсем не следя за действием, можно понять. Каждый четверг этого лета Дом культуры открывает свои двери для всех желающих. На следующей неделе ожидается просмотр сразу двух фильмов «Мы из будущего» и «Адмирал». Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, «Республика». Очереди в детские сады, несмотря на все усилия властей, пока еще сохраняются. Решить проблему стараются самыми разными способами. В Чебоксарах строятся новые дошкольные учреждения, в существующих стараются увеличить количество мест. Государственно-частное партнерство в сфере дошкольного образования набирает обороты. Вариантом партнерства в городе является аренда помещений в действующих детских садах. Одним из примеров стало открытие после капитального ремонта детсада номер 78 «Колосок» города Чебоксары. Четыре группы из 65 детей стали частными. Здесь малыши могут пользоваться услугами обоих детских садиков. Например, сейчас идет реализация двух проектов – сад в английском стиле и зеленые мастерские. Летом большую часть времени дети проводят на улице. Из 11 веранд, расположенных на территории детского сада, открыли несколько разновидностей творческих мастерских, среди которых двигательные, театральные, естественно-научные и сенсорные зоны. Многие дополнительные образовательные услуги проводятся бесплатно. Родители сами могут выбирать, в каком направлении развивать своих детей. У нас нет такого отличия. Здесь ходят, сюда ходят дети муниципальники, сюда ходят у нас, получается, частники, частный детский сад, муниципальный детский сад. У нас нет такого, у нас все едино. Вот мы проводим детский праздник, например, мы все вместе собрались, вместе сделали чай-паузу, вместе, получается, организовали праздник. И родители у нас тоже, когда приходят детский сад, они говорят, какой детский сад, какой он красивый, как хорошо здесь. Чувствуется, что созданы действительно все условия для детей. Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов национального телевидения Чуваши. Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До свидания.